Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самый крутой скрипт для Mining Simulator 2. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать свой личный под названием Star. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Сразу скажу перед началом, скрипт лучше использовать с DLL от Krnl. Значит, как включить DLL от Krnl. Нажимаем на меню, далее заходим в настройки, и вот здесь у вас есть выбор трех DLL. Нам нужен Krnl. Krnl лучше всего работает. На VR Devs тоже работает, но там некоторые функции могут плохо работать, либо вообще не работать. То есть лучше используйте Krnl. Вот, к сожалению, Krnl с ключом, но придется чуть-чуть помучиться. Вот, получается вы инжектитесь. Давайте сейчас примерно покажу, как это выглядит. Нажимаем Inject. Вот появляется вот это у вас окошко. У меня оно сейчас пропало, потому что я ключ уже вводил. Вот, у вас открывается это окошко, вы копируете ссылку, далее вставляете в поисковую строку браузера, потом нажимаете Enter, проходите капчу и завершаете первый чекпоинт. Там, если не ошибаюсь, 4 чекпоинта. То есть где-то раза 4-5 нужно будет сделать так. То есть каждые 15 секунд. Один чекпоинт прошли, 15 секунд ждете, потом еще раз. А также вставляете ссылку, нажимаете Enter и вас перекидывает уже на второй чекпоинт. Вот, и потом уже на самом последнем чекпоинте вы получите ключ. Его вставляете, нажимаете Enter. Вот в панельку, которая у вас должна была здесь остаться. Все, и она у вас пропадает, вы инжектитесь. Далее вставляем сюда скрипт и нажимаем кнопочку Exclude. Так, все отлично. Вот он скрипт появился. Значит, смотрите, первым делом, что здесь нужно вам сделать. Есть две кнопочки. Load all oars and chest, либо это сделать автоматически. Давайте сделаем автоматически, посмотрим как это работает. Ну, как видите, автоматически, скорее всего, оно делается, но вам не показывается. Также можно это сделать с помощью клика. Вот здесь есть кнопочка Button, нажимаем. И я, получается, с самой первой локации лечу на самую последнюю. Это сделано для того, чтобы у вас прогрузились, получается, все локации. Вот, также, получается, прогрузились все шахты, которые там есть. Вот, и тем самым вы намного больше сможете зафармить, чем сразу начинать. Ну, я думаю, вы поняли. Идем дальше. Давайте, в принципе, начнем с chest. Здесь, получается, где написано select chest, нужно выбрать сундук, который вы хотите собирать. Допустим, выберем легендарный. Сразу скажу то, что если у вас на карте легендарного сундука нету, то, к сожалению, он у вас никак не соберется. Вот, то есть, скрипт автоматически проверяет, есть этот сундук или нет. И после этого только тп хается, если он есть. Потом включаем функцию телепорт to chest и смотрим. И, как видите, легендарного у меня, к сожалению, нету. На сервере давайте проверим эпический. Так, эпический есть. Давайте посмотрим, соберет он его или нет. Да, отлично. Как видите, собрал. Все четко. А сейчас он дальше посмотрит, есть или нет. Но, скорее всего, как видите, больше нету эпических. Давайте тогда золотой посмотрим. Золотых, в принципе, много на карте, довольно. Так, сейчас чуть немного сломалось что-то. Не знаю почему. Ладно. Давайте сейчас еще раз попробуем. Сделаем ресет. И попробуем собрать еще раз золотой. Да, все отлично получилось. А сразу тп хает на следующий, как видите. То есть, если сундуков довольно много на карте, вы собираете один, и он сразу тп хает на второй, третий, четвертый. Как видите, эта функция работает. И желательно, конечно, от компьютера далеко не уходить. То есть, как вас тп хает на этот сундук, желательно с ним рядом побегать. Вот, если у вас просто автоматически он не собирается, то лучше побегать, чтобы он собрался. Так, давайте эпический проверим. Может быть, появился. По-моему, появился. Да, эпический появился, отлично. Все. Сейчас сразу еще тп хнет на другой, как я понимаю. Смотрим. Да, отлично. То есть, их все-таки было чуть побольше, 3 штуки на карте. Ладно. Я думаю, в принципе, вы поняли, как эта функция работает. Давайте идем к следующей. В принципе, покажу самые основные. Есть также функция Орс. Это получается руда. Здесь мы, получается, с вами выбираем руду, которая нам нужна. Допустим, я выберу самую последнюю, которая больше всего монет дает. И потом нажимаем авто ТП and mine Орс. И смотрим, что будет происходить. Как видите, он у меня тп хает автоматически на руду. И также эта руда автоматически собирается. То есть, я не нажимаю даже ни на какую кнопку. И, как видите, у меня в инвентаре она прибавляется. То есть, уже 6 штук. Вот. Почему мне прибавляется сразу по 3? Потому что у меня прокачена кирка. Кстати, кто не знал, кирки можно прокачивать. То есть, заходите в ваши инструменты. Тут есть кнопочка Enchant. И нужно прокачивать Ор Дупликейтер. То есть, у меня вкачен на 2. Можно максимум 4 вкачать. То есть, следующий уровень мне будет давать 4 руды. Как видите. Так, и все. В принципе, остановился фарм. Это значит, все руды, которые мы с вами выбрали, их больше нет на карте. Также, давайте посмотрим, как с урбанитом работает. Или как он там называется. Уноптейниум какой-то. Ну ладно, в принципе, не суть. Как видите, тоже собирает. Но его все-таки побыстрее собирает. Потому что, скорее всего, здесь у него меньше жизней. И тем самым кирка его намного быстрее собирает, чем получается тот самый сильный. Но, как видите, это тоже работает. В принципе, можно еще на шартах проверить. Включаем шарды. Шарды тоже сейчас очень быстро собирать будет. Вот, шарды, если что, вам пригодятся для крафта пэтов. То есть, из 14 обычных пэтов, если не ошибаюсь, точно не помню там сколько нужно, вы сможете сделать шайни пэта. Вот, и если у вас там легендарные, то нужно всего лишь 4 одинаковых легендарных пэта. Так, и давайте я вам сейчас докажу то, что это все работает. То, что мы с вами фармируем руду. Это не визуально, это по-настоящему. Так, выключаем. Далее тпхаемся на спавн. Подбегаем вот сюда. The Forge. И делаем депозит. Сейчас у меня 45. Стало 72. Как видите, это работает. Отлично. И также вот эту руду, которую мы с вами нафармили. Давайте посмотрим. Ее можно продать. Продаем. Как видите, монеты мне начислились. То есть, все работает. Так, давайте посмотрим еще другие функции. Автобайтулс, в принципе, мне не нужно. Потому что у меня уже куплены все предметы за гемы в ребершопе. Также, если они у вас куплены, можете, в принципе, эту функцию не использовать. Автобэкпак тоже, в принципе, у меня куплен за гемы, получается. Вот. Автооткрытие коробок. Давайте вот это посмотрим, как работает, чтобы вам показать. В принципе, я знаю. У меня, в принципе, довольно много коробок. Как видите, обычных 382, а эпических 15. Включаем эту функцию и смотрим. Просто за миллисекунду у меня открылась сразу, ну, просто дохренища короба, как видите. У меня даже лагать стало довольно жестко. Вот. И вот, в принципе, вот таким образом вы их открываете. В принципе, долго эту функцию держать включенным я не советую, потому что может крашнуться Роблокс. То есть, нажимаете на эту функцию, ждете буквально секунды 3 и можете выключать, чтобы у вас не вылетел Роблокс, то есть, не крашнулся. Далее просто ждем. Сейчас у нас должна появиться кнопочка Клим. Вот она появляется. Ждем, пока все прокруты у нас пройдут. Будет сейчас вот так трясти экран, но это ничего страшного, в принципе. Так, все это мы с вами получаем. Довольно долго сейчас придется кликать. Ну, ладно. Но зато довольно быстро открывается. Чем самому открывать? Конечно, самому открывать, короче, дольше. Лучше через автооткрытие. Так, и смотрим, сколько у меня потратилось. Получается, обычных коробок почти 40 потратилось и 15 эпических. Давайте посмотрим, какие у меня там остались. Получается, цвета выпасть. Ага, получается, еще два цвета мне нужно с эпической коробки, и я смогу получить легендарного пета. Кстати, вот этого вот пета, сейчас вам покажу. Где он тут? А вот это вот, Церберус. Я получил с помощью выполнения задания, получается, обычной коробки. То, что я все цвета выбил. Вот, мне его дали бесплатно. Так, смотрим, что здесь есть дальше. Давайте автооткрытие питомцев посмотрим. Конечно, оно работает не очень. Наверное, все-таки выгоднее самому открывать. Но скоро, кстати, выйдет обновление. Там добавится быстрое открытие яиц. И, естественно, скрипты обновят, и яйца тоже будут быстро открываться. Но сейчас даже с помощью чита они открываются довольно долго. Насчет тройного открытия. Сразу скажу, что тройное открытие не работает. Оно работает только в том случае, если у вас есть геймпасс. Если геймпасса нет, то, к сожалению, работать оно не будет. Так, давайте выберу самое последнее яйцо. И нажмем автоопен. Так, меня сейчас тпхает на яйцо, как видите. И оно открывается. Конечно, как видите, меня тпхает на него. То есть, не просто один раз тпхнуло, а постоянно тпхает. Не знаю, для чего это сделано. И открывается, в принципе, по-обычному. То есть, таким образом вы можете даже сами открывать. Просто к яйцу подойти. И включить авто. То есть, так даже будет, мне кажется, выгоднее. Так, что вам еще не показал. Давайте автофарм покажу. Пойдем на последнюю локацию сейчас. Так, здесь нужно выбрать, получается, локацию. Смотрите, где написано автоселл максимум. Здесь вы, получается, указываете, сколько нафармленных камней вы хотите продать. Вот, допустим, у меня инвентарь 500. Я могу сделать на 50 тысяч. Так, все готово. Включаем автоселл и дальше автомайн. И смотрим, что будет происходить. Как видите, руда собирается. Но лучше встать вот сюда. На один блок какой-то определенный. И вот 4 блока вы будете постепенно фармить. Так, почти 50 тысяч нафармилось. Все, как видите, продалось. И меня сейчас на то же место тэпэхнет, где я стоял раньше. То есть, как видите, это довольно круто и грамотно работает. То есть, вам не приходится заново прыгать, искать место, где копать или так далее. Вот. Ну, сейчас, как видите, почему-то стало по одному фармиться. Тоже довольно странно работает. Но самое главное то, что когда вы автоматически продаете, вас возвращает на то же место. Довольно быстро. Вот. Раньше скрипты, ну, очень криво работали. Сейчас намного лучше. Так, все, давайте выключим. Кнопочка AutoEQ Best, в принципе, не будем проверять. Потому что она есть, получается, в питомцах. Давайте я вам покажу. Вот она здесь есть. Либо можете через скрипт, как вам удобно. Также кнопочка AutoRebirth. Либо сами делаете, либо через скрипт. Идем дальше. SP. В принципе, штука прикольная. Но я бы не сказал то, что важная. Допустим, можно выбрать SP на самую дорогую руду. Посмотреть, где она находится. И, как видите, ее, скорее всего, нигде нету. Потому что ее уже все собрали. Так, смотрим другую. А другую почему-то, слушайте, не хочет показывать. Странно. Так, может быть, что-то я не то делаю. Погодите. Давайте, допустим, ну, на желтый сделаем цвет. Почему-то мне показывать не хочет. Не знаю почему. Странно. Идея должна работать. Короче, ладно. В принципе, не суть. Эта функция особо не важна. Вы просто можете видеть, где находится руда. Но, естественно, ее выгоднее фармить с помощью автофарма. Также можно посмотреть, где находятся сундуки. Не знаю, будет работать или нет. Давайте посмотрим. Выберем голд. И почему-то не видно. Давайте сильвер выберем. Тоже не показывает. Ну, короче, SP может быть работает, может быть нет, не знаю. Вот. День назад оно работало. Даже два дня назад я проверял, все работало. Но, еще раз повторюсь, что SP это не самое важное, то, что вам нужно. А также есть телепорты. Вы можете открыть все локации. Давайте проверим ее. Эту функцию. Как видите, меня тпхает по локациям, и они открываются. Если бы они у меня были закрытыми. Далее вы можете отдельно тпхнуться на какой-то остров, в который вы хотите. Либо локацию. Также можете тпхаться к сундукам. Если вам удобнее нажимать и тпхаться к ним, то есть делать это все не автоматически, то вы можете попробовать. Допустим, вот легендарный. Нажимаем. Как видите, у меня не получается, потому что его на карте нету. Эпический. Эпический есть. Давайте посмотрим. Получится у меня таким образом его собрать или нет. Да, как видите, получилось. И все, больше эпических на карте нет. Давайте золотой последний проверим. Получится собрать или нет. Так. И. Да. Отлично. Тоже, в принципе, нормальный тпхает. Кстати, тоже нормальный способ. Можете использовать либо автоматический способ тп и собирания сундука, либо же самим с помощью одного нажатия на кнопку тпхаться на сундук. Его дальше сами собираете. Вот. Как вам удобнее. Мьюзик. Инфинити джамп, ноуклип, в принципе, самые стандартные функции. Фпс буст не обязательно. Антиавк, в принципе, полезно. То есть, вы можете, допустим, автоматически поставить на фарм руды, потому что руды довольно много. И уйти куда-нибудь, не знаю, погулять или покушать. Пока придете, у вас, в принципе, довольно много уже нафармится. Реджойн. Это перезайти на другой сервер. А сервер хоп, это просто вас будет кидать по серверам в определенный промежуток времени. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Вроде бы все показал, все объяснил. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи. И пока.